Когда нардепы будут снимать с себя неприкосновенности и когда наконец смогут обновить центр избирком? Эти вопросы в который раз звучали в стенах парламента, правда, как показывает практика, часто призывы так и остаются призывами. Тем временем нардепы сумели усложнить жизнь тем, кто не платит алименты, как и за что еще голосовали под куполом, обо всем подробнее далее в сюжете. Чем ближе каникулы, тем громче заявления уже на этой неделе нардепы грозят проголосовать за снятие с себя неприкосновенности. Параллельно в депутатском лагере развернули бурную деятельность по наработке изменений и самой Конституции. Народный фронт уже третий риг закликает ухвалить текст новой Конституции. Закрепление в Конституции мети членства в НАТО и Евросоюзе. Звертайся до всех демократичных сил у парламенту. Долучайтеся до конкретной дискуссии про конституционные изменения. Мы предлагаем изменения в Конституции, которые вынесем на референдум. Ликвидация посадки премьер-министра. Скорочение численности депутатов парламенту до 250 человек. Обязковое откликание депутатов. Скорочение численности министерств. И президент-глава виконавчей влады с сильными контрольными повноважениями парламенту. Я инициию закон про импичмент президентов. И ключевая смена, кроме этих важливых по владе, это переобранение всех судей и прокуроров на прямых конкурсах за участью людей. И главное, заборонить иноземцам продаж земли. Но Конституция это глобально. Тут хотя бы с насущным разобраться. Переизбрание Центр избиркома полгода согласовать не могут. Старая комиссия просто уже порушила все конституционные нормы. Вернее, президент порушил. И ЦВК работает уже значительно дольше, чем она вообще может работать по Конституции. Не голосовать за новую ЦВК – это залишить краю без центральной выборочной комиссии. Мы будем голосовать. Мы будем сподеваться, что наш один член ЦВК пройде. Но он там не сможет поменять ситуацию. Но мы не допустим фальсификации выборов на дельничных выборчих комиссиях. Были разговоры, взаимозалежность, голосование за судья Конституционного суда и членов ЦВК. Что, будь то, наши партнеры с Народного фронта имели определенные желания именно по судям Конституционного суда, по представительству собственной политической силы. И все ставили в зависимость от голосования по ЦВК. Поэтому вот такая затяжка с крайнего раза. Фронтовики же уверяют, они за чистоту голосований. Во-первых, кандидатов больше, чем вакантных местах. Во-вторых, в их полиции ли настаивают, чтобы кандидаты от всех фракций были представлены согласно квотам. Из этих 13 кандидатов нет представителей оппозиционного блоку. Из 14, вернее, кандидатов. И, фактически, в этом контексте мы наражаемся на такую самую небезпеку, что в дальнейшем нас могут потягнуть до судей и рассказать о том, что Украина не выполняет свои обязанности. В том виде, в котором она сейчас предлагается, это формирование карманной, абсолютно ручной ЦВК, которую формует президент Украины, с фракцией президента и Народного фронта. Поэтому наша фракция, третья по чисельности, вообще нет представителей сегодня в ЦВК. Что это означает? Это означает, что готовится масштабная фальсификация выборов. Наша фракция вчера направила листы к всех посольств, к стране Симки, для того, чтобы обратить внимание, что идет попытка фальсифицировать выборы. В БПП всех успокаивают. К четвергу решат, как голосовать. И не исключают, что вакантных мест будет даже больше, чем кандидатур. Есть какие-то думки в зале, чтобы отправить в отставку все ЦВК. И ряд депутатов и фракций про это говорят. Это означает, что будет вольный 15 позиций. Есть 14 сегодня кандидатур. Хотя, очевидно, это не совсем правильно с точки зрения тех людей, которых еще не вплинуло в выполнение об обязательных членов ЦВК. Нагадаю, что для этой процедуры должен быть полный консенсус в зале. Эта процедура голосуется 300 голосам. Или пойдет руководство Верховной Рады на такой сценарий, не могу сейчас в уверенности сказать. Пока же кадровые вопросы согласовывают, в сессионном зале решили рассмотреть блок законопроектов под общим названием «Чужих детей не бывает». Документы простимулируют неплательщиков, алиментов погашать долги, а также упростят процедуру выезда ребенка за границу. Заборона выезда за кордон, заборона керування транспортными засобами. З момента, когда заборгованность складает 4 месяца, ранее было 6 месяцев, то мы фактически даем возможность использовать такие санкции до неплательщиков. И второй большой блок новаций. Сегодня украинский парламент проголосовал норму, которая дает возможность украинским детям вместе с своими родителями за сгодой одного из родителей выезжать за кордон на лечение, от починок до одного месяца без сгоди другого из родителей. Этим законом мы дали возможность детям, которые проживают в имуществе с одним из родителей, отримать дополнительное финансирование через алименты. Мы помогли тем родителям, у которых дети имеют серьезные заболевания на период, когда они оформляют инвалидность, отримать от государства государственную помощь. Два. И отримать стаж для пенсии. И третье. Мы дали пильги тем родителям, которые отримывают нормальных детей, для того, чтобы они в конце года отримали пильгу на оподаткувание. Но после проблем детей, нардепы взялись за проблемы лесов, ввели уголовную ответственность за незаконную вырубку и контрабанду древесины на срок от 3 до 5 лет. Екатерина Лысенко, Ксения Барвененко, Максим Чеплин, Вадим Ревун. Подробности телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова